Привет, друзья! Сегодня приготовим популярный меренговый рулет. Невероятно вкусный, нежный и воздушный десерт. Приготовим меренгу. Белки отправляю в чашу миксера. И начинаем взбивать на средней скорости. Должна получиться вот такая воздушная, легкая пена. Порционно, в несколько этапов, всыпаю сахарную пудру. Когда всыпали всю сахарную пудру, делаем скорость максимальной. Всыпаю по щепотке соли и ванилина. И вливаю лимонный сок. Его можно заменить на щепотку лимонной кислоты. Меренгу также можно взбивать и обычным ручным миксером. Просто процесс немного увеличится. Займет примерно 20 минут. В итоге у нас должна получиться вот такая масса. Очень плотная и глянцевая. Теперь всыпаю кукурузный крахмал. И на средней скорости перемешиваем буквально 1 минуту. Меренга готова. Еще раз слегка перемешиваю лопаткой. Кладем на противень силиконизированную пергаментную бумагу или тефлоновый коврик. Выкладываю меренгу. И распределяю ее по всей поверхности. Сверху фигурным шпателем или ножом можно сделать узоры. По желанию можно присыпать орехами. Я использую миндальные лепестки. Выпекаю меренгу в хорошо разогретой до 150 градусов духовке примерно 30-35 минут. Затем меренгу достаю и слегка посыпаю сахарной пудрой. Сверху кладу пергаментную бумагу, затем решетку и переворачиваю противень. Сразу же снимаю коврик или бумагу и оставляю на решетке до полного остывания. Приготовлю ягодную начинку. Я использую замороженную малину. Ее необходимо разморозить, выложить на сито и протереть, чтобы избавиться от косточек. Также очень вкусно получается с замороженной клубникой. А в сезон можно использовать любые свежие ягоды. Добавляю сахар, крахмал и все хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. Ставлю сотейник на небольшой огонь и при постоянном помешивании увариваю массу до загустения. Перекладываю пюре в миску и даю ему полностью остыть. Когда пюре остынет, его можно переложить в кондитерский мешок. Готовлю крем. Холодные сливки выливаю в чашу. Добавляю сахарную пудру. И взбиваю на средней скорости до мягких пиков. Добавляю творожный сыр и взбиваю до загустения массы примерно 3-4 минуты. Должен получиться вот такой мягкий воздушный крем. Откладываю пару столовых ложек для украшения. Корж вместе с пергаментом перекладываю на полотенце. Выкладываю сверху крем. И разравниваю его по всей поверхности. Поверх крема наношу конфитюр. И теперь при помощи пергамента аккуратно скручиваю рулет. Заворачиваю рулет в пергамент и отправляю в холодильник на 2-3 часа. Крем, который я отложила, перекладываю в кондитерский мешок с насадкой. Меренговый рулет перекладываем на блюдо или подложку и украшаем кремом. Также я посыпаю шоколадными шариками и сублимированной малиной. Сверху выкладываю ягоды. Можно использовать как свежие, так и замороженные. Меренговый рулет получается нежным и воздушным, словно облачко. Легкая кислинка в начинке, прекрасная теня и сладость в меренге. Обязательно попробуйте! Друзья, желаю вам удачной выпечки, всего самого доброго и до встречи в новых видео!